Всем доброе утро! Вот такое у нас утро. Совершенно не осеннее. Ветер вроде бы стих. Ну так небольшой есть. Не здесь. У нас в городе, где я живу, там небольшой ветерок есть. И можно сказать, даже прохладно. Люди все одеты. В куртке уже все как-то, а я нормально. Так вот, одела костюм свой новый. Потому что я сегодня, ну работа и дома никуда не пойду. Ни в магазин, никуда. И решила отдохнуть. Точнее нет. Сейчас буду усы убирать. Усики буду убирать. Еще у меня патчи закончились. Представляете, почему-то я думала, что у меня есть третьи голуби купаются. А сегодня сделала последний. Надо заказывать еще. Заказываю на Алиэкспресс. Наш магазин. Собачка там сидит, видите, на балконе. Чарли с ним вообще не очень дружит. Они обходят друг друга стороной. Вот так. А здесь даже жарко без ветра. Правда. Так что пошла я работу работать. Там надо полотенце постирать. Наверное, полы помою, зеркала. В общем, обычная рутина. Точнее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, как вы могли доголодаться, я вас все жарю печенку. Это не вся печенка, наверное, половина, остальную половину я заморозила. Полтавскую кашу себе сварила. Ой, пальцем лезла в вас в глаз. А там у меня варится мужу рис, потому что он такой каши сроду не будет. Ну как, я не пробовала, может, и будет, кто-то его знает. Но зачем, значит, варится продукт. Вот. А, мне же вчера муж привез еще огурцы. Смотрите, сколько. Дофига и больше. Вот. Ему кто-то дал. И я, в общем, все вчера наделала. Малосольные огурцы сделала. В общем, я сюда до 11 на кухне варя торцала. Смотрите, малосольные огурчики сделала. Я в два пакета, потому что один продырявился. Ммм, и сейчас у меня будет малосольный... А, запах. Замить, что-то не поможет. А, нет. А запах какой стоит. Поэтому я не поехала на салат. Ну, какие салаты, когда тут малосольные огурчики, правильно? Вы делаете их в пакете малосольные? С чесноком, с укропчиком? Ммм, ммм. Я уже утром попробовала. Ммм, ммм. Ммм. Это что-то. Ммм. Что-то там все звучит слишком. Машинка стирается. В общем, огурцы вообще супер. Возьмите, снять на какая. Прям наложу, наложу. Мюстевая посуда мыть. Мою, мою, она все появляется, появляется. Так что вот так. Наверное, все, а то вводить нафиг. Я ее отбила. Ну, как вы могли бы заметить. Наверное, все. Чтоб помягче была. В общем, я пошла лопать. Всем приятного аппетита. У нас тут мы гуляем. Так вот. Смотрите, что нашла. Какие-то штуки. Новые. Совершенно вон в коробках. Я лазю по мусорке. Какие-то. Это вообще что такое? Червяки какие-то. Новые, смотрите, совсем. Какие-то червяки. О, их тут, смотрите, сколько. Червяков этих. Прям даже интересно. Вы любите по мусоркам лазить? Я люблю. Ой, тут этих, смотрите, сколько. Смотрите, все запечатано. Что это такое? Видите? Еще, наверное, червяки. Стаканы. Прикол. Какой-то диск. В общем, вот. Смотрите, смотрите, как новые. Прям даже закрытые коробки. Так вот полазила по мусорке. Как будто из какого-то магазина. Как знаете, роешься. Думаешь, а вдруг какой-то сюрприз найдешь. Приз, блин, зарытие в мусорке. Ой, не могу. Ой. Ну, правда, ну как пройти и не посмотреть. Вдруг, правда, что нужное. Только, конечно, это могли бы бросить где-нибудь. Ну, не знаю, много очень мусорок разных. Рядом вот где пластик, да. Странно, почему здесь выбрасывают. Здесь же все это будет разлагаться, блин, сотни веков. Мы сегодня, я иду по дальней дороге. Пораньше вышла из дома. Я обычно выхожу в пять с Чарли гулять. Сегодня где-то без пятнадцати вышла. Вот, и час до шести мы с ним гуляем. Ровно час. И все. И потом он довольный. Тут черемой растут. Я сегодня собралась, знаете, куда? В сауну пойду. Конечно, если она будет нагрета. Взяла с собой разные щетки, чтобы почистить лицо. Скрабик взяла. В общем, буду свои косточки отогревать. Сегодня у меня... Ну, я на одно занятие, только иду на зумбу. И поэтому думаю потом... Я не накрашенная, чтобы не смывать ничего. Порочки мои откроются и почище. Черемой. Вон, видите? Черемой висит. Ой, а сколько свалено. Ветер был когда, вот, наверное. И очень много... Повалил, наверное, сто пудов. Ветер вообще для... Как их назвать? Для агрокульту... Культуров. Агрокульторов. В общем, те, кто занимается на земле. Ветер для них это вообще... Очень плохо. Тем более такие. И дожди такие, вот ливни, чтобы тоже плохо. В общем, вообще это такой труд адский. Вот растет, растет что-то на земле. Потом бац, и град прошел. И все. Деньги впустую. Деньги, работы. А это же не малые деньги. Это же не просто посадил. Нужно еще как-то там обработать. Иначе черевики будут. В общем, да. Черемойки. Вы знаете, как приятно заходить домой. И видеть, что все, посуда помыта. Даже сковородка. Это я сегодня мужу дала понять, что он живет не в отеле. Что здесь тоже надо все мыть. Здесь тоже никто к нам не приходит все это убирать. В общем, да. Не знаю, но надоело. Действительно, у вас бывают такие моменты, что надоело каждый день одно и то же. Мыть ее посуду, приготовление жрачки, пылесосить, мыть полы. И вот, и работа, и все. И в общем, короче, я сегодня ему дала понять, что он должен тоже участвовать в этом. Он участвует, но иногда, знаете, забывает, что это не отель. Я сейчас, наверное, чаю попью. Разобрать надо сумку. Чай зеленый бестоина сделаю себе. А еще у меня на завтра, знаете, какие планы есть у меня. В общем, вчера я надумала сделать себе прививку от гриппа. Да, я знаю, что он мотивируется каждый год. Я знаю, что, может быть, толку от нее никакого там. Но все-таки ее же продолжают делать во всем мире. И, значит, она действует, да, хоть как-то или не как-то. В общем, я хочу сделать в этом году. Тем более, это ничего не стоит. Просто сходить сначала к терапевту, чтобы он тебе дал назначение, и все. Вот. И я вчера кинулась это дело сделать. И не было ни одного окошечка у терапевта, представляете? Я позвонила. Ну, я всегда делаю это через интернет. У меня есть аппликацион, приложение. Залезла в приложение. Думаю, что-то не работает, что ли. Ты что, играешься, что ли? Там у меня попа моя. Я уже в ночнушке. Ты что, заскучился, что ли? Такой ласковый вообще. Сейчас у него время перебилось. Он ко мне будить меня идет в 7.30. Представляете? Не в 8.30, а в 7.30. Да. Начинается у него играние. Разбудит меня, потом спит. Да? Да? Рожа. Рожа такая моя. Рожа. Ой, ой. Ну все, целовашки, целовашки. Целовашки. Вот. Я позвонила туда вот в службу ихнюю там. Ихнюю, нет слова их. И девушка сказала, что нету никаких, нету времени ни одного, они мне позвонят, когда будет окошко какое-нибудь. И сегодня утром я так и думаю, дай-ка я залезу, посмотрю. И было одно окошечко на завтра, на без 10.9, представляете, так что я завтра иду без 10.9 к врачу, и чтобы он меня назначил на прививку. И сделаю себе прививку. А вы делаете прививки от гриппа или нет? Или вы думаете, что это полная ерунда? Не знаю, как там вообще в других странах, например, делают ли прививки, или может быть они платные вообще? У нас она бесплатная, знаете, тем более даже приветствуется тем, кто работает в сфере услуг. То есть у меня там приходят мои бабушки, они все свои бактерии распространяют на меня. Я же в маске не могу работать. И поэтому так вот сделаю и, как говорится, спи спокойно. Сейчас захаваю яблочко. Наверное, муж меня повезет, потому что там парковаться это невозможно. Надо будет ехать там, где у нас есть, находится этот центр. Там парковочных мест вообще нет. Тут такую вкуснятину готовят по телевизору. Я одним глазом смотрю и чуть не умру. Фасоль, фасолевый суп. Боже, смотрите, какая вкуснятина. Мне надо гороховый суп сварить. Но у меня там... А может быть, если забасу сейчас гороховый суп, что там его варить-то, правда? На завтра. Хорошая идея. Спасибо, телевизор. Пойду супчик готовить. Даже вставать неохота. Так что буду прощаться с вами вот таким вот образом. Мы уже лежим, отдыхаем. Чарли, как всегда, в своем логове. Между моих ног. Я у твоих ног. Вот, видите, это моя нога. Вот так, тебя задушу. Вот так. Спасибо, не говори. В этом тебе помог. Бог его и благодари. Моя радость такая. Всего вам самого на лучшего. Встретимся завтра. И всем пока-пока.